Телепортация не фантазия, а реальность. Правда, пока только на уровне ДНК. Лауреат Нобелевской премии французский вирусолог Люк Монтанье объявил, что молекулы ДНК могут переноситься из одного места в другое. Исследователи поставили рядом две пробирки. В одну поместили фрагмент ДНК, в другую чистую воду. Затем воздействовали на них низкочастотным электромагнитным полем. После нас шло такое облучение. И постепенно эта информация впечаталась в структуру воды, в этой пустой пробирочке, в которой ДНК не было. Там присутствовала только вода. И возникла копия, вот, печаток, водная копия ДНК. Дело в том, что ДНК излучает волны в очень широком диапазоне от ультрафиолета до инфракрасного спектра. А одно из свойств воды – память. Вот это H2O, всего лишь два водорода, один кислород, может строить очень сложные структуры биологически активные, в том числе и ДНК. Петр Горяев – один из немногих, кто верит в чистоту эксперимента Монтанье. Более того, Горяев убежден, что это открытие позволит управлять здоровьем людей. Ведь человек на 70% состоит из воды. То есть, если бы мы научились вводить информацию в виде молекулы ДНК в воду, вне клетки, то мы можем такую же информацию вводить и в любой организм, в том числе и в человека. Механизм будет выглядеть примерно так. У здорового человека берут фрагмент ДНК, например, из волосяной луковицы. ДНК считывают с помощью компьютерной программы. Потом нужную генетическую информацию передадут электромагнитным полям пациенту. Так, по словам генетика, можно будет лечить любую болезнь. Звучит как фантастика. Еще больше удивляют результаты эксперимента. Пожилую женщину по такой методике лечили от диабета. Побочный эффект ошеломил. У нее выросли коренные зубы. Раз зуб, два зуб, три зуб. Эти два зуба пошли в сторону. Они у нее стали, когда расти, регенерировать, они уперлись в протез и пошли в сторону. У нее опухла челюсть. Мы, так сказать, были в шоке. Сделали рентгеновский снимок. Оказалось, что у нее регенерация зубов. Если такое возможно, то теперь уверен генетик. И разговоры о бессмертии не пустые слова. Это рывок человечества в совершенно другую медицину. Это дает возможность продлить жизнь человеку до тысячи лет и больше и затормозить старение. Правда, чтобы эти заманчивые перспективы стали реальностью, потребуются еще долгие годы экспериментов. Сергей Челенков, Ольга Кустова, Первый канал.